Привет! Я Ира, или гид в шляпе. Сегодня введу прекрасной нашей теплой весны гид в шапке. И предлагаю вам небольшую подборочку о звуках и запахах нашего города, а также немножечко о воде в Петербурге. Вообще Петербург, как известно, это военно-морская столица. Что это означало в смысле звуков? А барабанная дробь, маршировка солдат, крики начальников. Поэтому звук Петербурга, в частности века XIX, это звук, по сути, военного лагеря. Интересно, что приезжий в конце XIX века в наш город, услышав речь офицеров флота, которые разговаривали бы по деловым вопросам, понял бы из того, что они говорили, совсем немного. Например, существовало примерно 300 терминов, которые имели отношение к конструкции парусного судна. И практически все они были иностранного происхождения. Считается, что лишь один термин очевидно русскоязычный. Это собачья дыра. Означал он отверстие в мачте, специально для того, чтобы пробираться по ней вверх. Все остальные термины были иностранного происхождения. Кстати, иностранцев в Петербурге было всегда очень много, скорее даже большая часть населения. Была градация по профессиям. Например, финны служили извозчиками, а немцы зачастую были докторами или аптекарями. Существует такая пословица «Москву будет колокол, Петербург – пушка». Пушка во все времена в Петербурге являлась важнейшим средством массовой информации, средством обращения властей к народу за неимением интернета и телевизора, как еще можно было донести до населения определенную информацию. Существовала система выстрелов. Выстрел пушки мог означать, например, что в царской семье родился мальчик, что кто-то известный умер. В честь прибытия важных иностранных послов играл гимн и стреляла пушка. Если играл гимн на официальном мероприятии, это означало присутствие здесь кого-то из членов царской семьи. Одним словом, пушечные выстрелы в режиме онлайн оповещали население о чем-то важном. Ну а как разграничивали сутки? Сейчас в Петропавловской крепости существует традиция, которая считается исторической. Каждый день в 12.00 пушка стреляет с нарыжки на бастионов вот оттуда. Но сейчас это, конечно же, просто красивая традиция. А когда-то этот выстрел был очень важным. Он сообщал населению о времени. Часов в то время практически ни у кого не было. Лишь зажиточные могли позволить себе такую роскошь, как часы. Еще очень важным сигналом в Петербурге являлся выстрел пушки, когда приближалось наводнение. Как известно, наводнение в Петербурге явление довольно частое. Если надвигалось наводнение, петербуржцев оповещали об этом выстрелом из пушки. И это означало, что нужно было выносить все самое ценное из подвалов и первых этажей зданий. Но также прятаться самим, подниматься на более верхние этажи. Если вода поднималась очень высоко, 7 футов выше ординара, это чуть более 2 метров, тогда пушка начинала стрелять с двойными выстрелами. В Петербурге мы все знаем, как город белых ночей. Пару месяцев в году освещение уличное особо не требуется. Но вот зимой, а особенно в ноябре, в декабре, темное время достигает 15 часов в сутки. И вот до того времени, пока не появилось электричество, на улицах города стояли фонари, в которых что-нибудь сжигали. Отсюда запахи на улицах. Но было время, когда пахло, например, конопляным маслом. Затем наступил непродолжительный период, когда пахло спиртом. Ну, а позже спирт заменили керосином. И вот по поводу спирта есть сведения в документах того времени. Например, по поводу фонарщиков там сказано. Строгий надзор за тем, чтобы отпускаемый для освещения спирт не был обращаем ни на какое другое употребление. И тут же следующий документ. Никакой самый строгий надзор не в силах уследить за теми ухищрениями, при которых неблагонадежные служители присваивали тебе часть материалов. Еще пару слов могу сказать про шум города. Ну, представьте, вторая половина 19 века, Невский проспект. Едет бричка. Что это означало в плане звуков? Колеса у повозок были обиты железом. Плюс все лошади в большинстве своем были подкованы. И вот едет повозка по Невскому. Сначала эти колеса с копытами едут по путиловским плитам, которым были выложены в том числе тротуары. Затем наступает момент булыжника и каменного мощения. Очень громко можно себе представить. Таких повозок десятки, а то и сотни на одной улице в час пик. Через некоторое время наступает период потише, потому что часть Невского проспекта была выложена деревянными шестигранниками. То есть, таким специальным деревянным паркетом. Как раз таки на улицах, где было деревянное мощение, было потише. Ну, например, на Большой морской. Когда только этот деревянный паркет укладывали, использовали шестигранники из сосны или лиственницы. И поэтому новое мощение давало прекрасный запах сосны на этих улицах, на том же Невском или на Морской. Но дело в том, что по этому паркету ходили лошадки. А лошадки оставляли там же продукты своей жизнедеятельности. Это дерево моментально пропитывалось вот этим вот всем. Можно представить себе аромат аристократических центральных улиц города, где, в общем-то, пахло, а то и воняло конюшней. Кроме того, в конце 19 века, начале 20 века в городе стало появляться огромное количество заводов и фабрик. И у каждой фабрики, у каждого завода был свой гудок. Одно время даже был проект абсолютно серьезный, это 1920-е, когда на заводах хотели из этих гудков создать коррельон и играть интернационал. Но, несмотря на всю серьезность проекта, к счастью или к сожалению, но он не был осуществлен. Говорят, что сейчас город очень громкий. Но многие исследователи утверждают, что просто современный человек не бывал в городе образца 19 века. Дело в том, что практически на каждом здании в центре была реклама. Что она собой представляла? Это были такие щиты жестяные, 2 на 2 метра. И на каждом доме их могло размещаться штук по 5. А ветер в городе, как и сейчас достаточно часто, дул и тогда. И можно себе представить, как сильно грохотали эти щиты на каждом здании в центре города. Плюс было весьма не тихо в районе Сенной, где находился крупнейший на то время рынок. Возгласы торговок селедка голландская раздавались настолько далеко, что доходили даже до театральной площади. В то время была, конечно же, текстовая реклама. Но далеко не все люди умели читать. Что касается изобразительной рекламы, она была достаточно затратная, дорогая. Потому что нужно было найти художника, который умел бы хорошо рисовать. Плюс знал, как точно и красиво изобразить какой-нибудь заморский померанец. Поэтому самая эффективная реклама своего товара – это крики. Итак, вопрос. А вонял ли город? Что касательно канализации, то ее, конечно же, уже с середины 19 века пытались соорудить. Но чтобы эффективно проложить трубу, чтобы она работала по назначению, разница в высоте залегания этой трубы должна быть как минимум метр между двумя ее концами. И в Петербурге в то время не всегда можно было правильно проложить такие канализационные трубы, поскольку очень высок уровень грунтовых вод, плюс технологии были не так совершенны, как сейчас. Поэтому сооружать канализационные трубы было затруднительно. И все добро, все нечистоты приходилось вывозить примитивным способом. Собирать ведра, выливать это в бочки, а бочки уже вывозили, их собирали в нескольких местах. Ну, например, такой пункт сбора находился возле Академии художеств. Далее бочки грузили на баржи и вывозили вверх по Неве, в район современного Володарского моста. В то время там проживало очень много немцев-колонистов. Они часть этого добра забирали и использовали как удобрение для того, чтобы выращивать овощи. Овощи поступали на городские рынки. И вследствие этого и не только в летнее теплое время года было очень много эпидемий. Холеры или дизентерии, например. Люди, которые занимались вот этим вывозом этого добра, назывались в народе золотари. Это была очень сложная профессия, но и они были довольно неприятны горожанам, поскольку стиль работы соответствующий от них запах. Но были очень важны для города. Можно было с уверенностью назвать их санитарами города. Они занимались сбором вот этих бочек и в том числе сбором конского навоза с улиц. Они получали относительно неплохие деньги за свою работу, но назвать ее выгодной или классной, ну, честно говоря, язык не поворачивается. Почему именно золотарями называли этих людей, история умалчивает. Официальной версии нет, а только лишь догадки. Ну, одна из самых популярных такая, что народ называл содержимое бочек ночным золотом. Ну, вот отсюда и появилось название такой профессии, как золотарь. В середине XIX века в Петербурге не было не только канализации, но и водопровода центрального, как, впрочем, и в других городах Европы. Поэтому воду до горожан, до потребителей доставляли водовозы. Прообраз современной доставки воды, можно так сказать. Вода в Неве была в то время достаточно чистой, хорошего качества, поэтому ее брали для питья. Либо в тех местах города, где достать воду было сложно, либо очень далеко, сооружали колодцы. Колодцы или водокачки выглядели достаточно просто. Это было такое сооружение из дерева и камня. А внутри находилась паровая помпа или ручная. В 1830-е годы таких колодцев в городе было 1300. Но город рос, и, соответственно, потребность в воде тоже возрастала. Поэтому профессия водовоза в XIX веке была одной из самых востребованных профессий. Особенно среди богатых и зажиточных жителей. Горожане победнее, добывали воду, естественно, сами. Водовозами служили выходцы, как правило, из Тверской губернии. Водовозы доставляли воду в небольших бочках, в общем-то носили ее на спине. Либо же покупали себе специальную повозку для бочек побольше. Вода была разного качества и содержалась она в бочках разного цвета. Специальные белые бочки были для воды из Невы. Брали ее в отдалении от берега. Эта вода считалась самая лучшая, питьевая и, соответственно, самая дорогая. Вода попроще, из фонтанки, в бочках зеленого цвета была. Водешевле, но ее тоже можно было пить. В бочках зеленого цвета была самая некачественная вода, практически техническая. Ее нельзя было пить, но можно было использовать для целей чистохозяйственных. Ее брали из Мойки, из Крюкового канала, из Лиговского канала, из Пряшки, из других рек. В какой-то момент городские власти даже запретили брать воду из Мойки и Лиговского канала, поскольку она там стала уж совсем плохой. Жители зачастую выливали туда всякие свои нечистоты. Так вот, внешность питерского водовоза была характерной. Его можно было даже выявить среди толпы горожан. Это был мужчина, как правило, молодой или средних лет и сгорбленный. То есть, ну, профдеформация. Поскольку профессия водовоза была очень сложной, не то чтобы это прям каторжный труд, но очень тяжелый, то такие люди зачастую в 45 лет становились стариками практически и инвалидами. Стиль работы был такой. Вставали в 6 утра, ехали за водой. Как правило, далеко, поскольку взять хорошую воду нужно было в отдалении от центра города. Затем ее везли к заказчику, соответственно, обратно в центр. И не по современному ровному асфальту, а по булыжникам или даже по тем местам, где отсутствовала дорога вовсе. Как правило, кстати, у водовоза был еще фартук. Двойной, спереди и сзади. А некоторые могли себе позволить купить специальное оборудование. Ту самую повозку, которая, в общем-то, здесь вы ее можете наблюдать. А также соответствующий жетон из жести, на котором было написано, что этот человек водовоз. Когда воду довозили до заказчика, ее нужно было не просто отдать, а еще, как правило, поднять на какой-нибудь этаж, второй или третий. Делалось это по черной лестнице. А зимой черные лестницы могли быть обледенелыми. Это было очень травмоопасно. Вот отсюда как раз такие частые травмы у водовозов. Селились они, старались селиться рядом со своими заказчиками. Практически всегда это был центр города, где жилье достаточно дорогое. Соответственно, селились по несколько человек артелями. Как минимум по 20, а то и больше. В достаточно тесных помещениях, где не хватало света, не хватало воздуха. Пища была простая, не хватало мясной. Вот почему они часто болели, особенно туберкулезом, и умирали в достаточно раннем возрасте. Да, профессия очень полезная, но, к сожалению, очень сложная. Вот такая у меня на сегодня небольшая подборочка про звуки, запахи города, ну и воду. Основу нашей жизни. На этом у меня все. С вами была я, Ира, гид в шляпе, она же сегодня в шапке. Мои контакты есть в описании к этому видео, поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!